Вторая тема, о которой хотелось поговорить, это планированная парксия. Мы до сих пор планировали программу. Может быть, прежде чем мы туда перейдем, я все-таки еще кое-что покажу по программе. Вот, допустим, здесь представлены требования, которые предъявляют, и графики, которые должны быть представлены подрядчиками Олимпийского правительства. Кроме того, что мы уже с вами обсуждали, вот сами графики, которые они составляют, каким требованием должны соответствовать. Значит, в каждом графике контрольное событие начала работ и завершения работы. А у всех остальных событий и операций у графики в обязательном порядке должны быть предшествующие последующие работы. То есть никак не допускалось, что вот графики нарисовали. Мы будем делать это тогда, и тогда, и тогда, и тогда, и работа не завязана. Это не должно быть, это неправильно. Мы тогда не будем видеть, как сдвиг одной работы, когда я это делаю. Значит, обязательно жесткая логика для каждой операции и с предшествующей последующей. Не допускается использование ограничений типа начала неральчего чека. Я вдруг поставил сюда. Почему? Если это не определяется технологическими зависимостями, значит, мы возьмем прибегу в это время. А здесь нет. Если вы используете задержку в графике, да, что буду на эту работу, а следующую связываю, но там будет исполняться через 30 дней. Почему 30 дней? Обязательно 30 дней. Если две работы могут выполняться одновременно, но со стригом, допустим, да, то, понятно, что я делаю задержку в следующей работе, то обязательно связи не на старт и на финиш. Две связи обязательно будут работать, потому что обычно следующая работа должна начинаться после создания задержки на предшествующем, она не может закончиться, пока предшествующий не закончится. Значит, обе связи в обязательном порядке. Если же начало работы зависит от какого-то внешнего события, то в обязательном порядке это внешнее событие должно быть в графике отдельная фраза, внешнее событие, от них связь. Работа начинается в этот порядок. То есть мы не видим, почему такое мы должны быть. У каждой операции должны появиться статистические объемы, тоже в обязательном порядке. Если я не могу измерять работы, это означает, что она, опять же, чересчур укрупненная. Например, можно разбить с такой детализацией, чтобы он измерительный. Если операция предусматривает устроенного колоборода, то обязательно оборудование должно быть назначено, ну, там, пусть тоже, к примеру, иногда нужно указать, это мы говорим, что, допустим, устройство опор, мы говорим, что у нас вот единицы измерения, увы, но укажите еще, сколько таких какого. Каждая операция должна быть оценена, то есть должна быть стоимость. И по каждой операции нужно поставить пикет начало, пикет конца, и это строительство. Дороги, железные дороги, наста, и так далее. Здесь находится протяженный объект. Я сейчас покажу, почему. Ну, еще ниже. Так слышно? Хорошо. Ну, и вот это требование. Срок завершения работ по графику может быть ближе к директивному сроку. Но всем рекомендуем создавать пределы. Вы представили график, вы с первыми не используете даже. Мы до него невероятность, не все производщики к этому готовы, но вот ваш график, вот директивный срок. Пожалуйста, ваш директивный график, ваш график, должен содержать резервы. У вас его не отнимем. Но если он без резерва, мы будем не уверены, что его используют. Вот нам будет требование порядочка. Это рассорвалось все, пожалуйста, из-за все графики, которые удовлетворяют, это будет предметребование. По поводу пикетов, я покажу пример директивных требований. Вот это вот линейная диаграмма, по точке диаграммы, это график строительства совмещенной охлопильной железной дороги и отсутствие как раз на поляне. Значит, это максимум 47 километров и бюджет 9 километров домов. Так что, 9 тоннелей, сколько-то восточных, сплошь, все, мосты, тоннели, мосты, тоннели, горные дороги. Но на этом графике, здесь вот пикет, на этом пикете вот этот мост, здесь вот тоннель, проходка с двух сторон, мы все видим на этом графике, как будет проходить строительство. Потому что вот здесь пикеты, то есть, на следующий километр используют, здесь время, и видно, на каком пикете, в какой момент, какие работы проводим. То есть, мы можем посмотреть, как это происходит на дороге или строительство, на трассе и на первом километре. Вот такие вот графики, очень полезные, обрядные, и для того, что полгода будет отопросить, мы требуем, чтобы по каждой работе мы поставили, где работа начинается, где заканчивается. Так же нам, чисто по-другому, на этот момент.